Сочи объявили план перехвата. Украдены 30 миллионов рублей. Сочи готов к зиме на 83%. Подготовку к отопительному сезону сегодня обсудили на совещании при главе курорта. Сочи планирует восстановить заброшенный детсад. Об этом стало известно на встрече мэра с жителями микрорайона Донской. В Сочи на сборах два новоиспеченных чемпиона Европы. Здесь тренируется юниорская команда по спортивной гимнастике. В Сочи объявлен план перехват. Как стало известно, трое вооруженных бандитов на улице Пасечная похитили у мужчины сумку с 30 миллионами рублей. В сети появилась запись с видеорегистратора машины, на которой потерпевший пытался догнать преступников. На курорте начат целый комплекс оперативных действий. Разыскивается автомобиль Kia Rio с абхазскими номерами. Сегодня на улицах города полицейские проверяли все машины, попавшие под ориентировку. Безопасность на суше в море и в воздухе. Впервые после открытия Крымского моста в его районе провели антитеррористические учения «Циклон Вихрь-2018». Операцией руководил начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов при участии главы региона Вениамина Кондратьева. Силовики, правоохранители и медики отработали несколько сценариев. По легенде, террористы захватили судно. Необходимо спасти заложников, заблокировать водный транспорт и обезвредить захватчиков. Отработали и действия при крупных ДТП на путепроводе. Здесь оперативность продемонстрировали спасатели и медики. Отработали алгоритм действий и при захвате злоумышленниками автобуса. Губернатор отметил межведомственное взаимодействие и поблагодарил участников учений за работу. Обеспечивать безопасность Крымского моста – это ежедневная работа. Ежедневная, а не разовая. Мост примыкает к нашим территориям, поэтому на нас особая, особая, подчеркиваю, ответственность за безопасность Крымского моста. И сегодня, продемонстрировав свое умение, навыки, профессионализм на высочайшем уровне, можно смело сказать, что мост находится под надежной охраной и защитой. Всех хочу вас поблагодарить за службу и выразить надежду, что дальнейшие совместные учения, как следствием, будут нести за собой еще большую точку профессиональных ваших навыков и умений. Основные задачи, поставленные на сегодняшний этап, выполнены. Особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия. Считаю, что уровень взаимодействия возрастает. В дальнейшем учения будут проводиться на регулярной основе с отработкой новых элементов. Сегодняшние учения, несмотря на ясный солнечный день, проходили в достаточно сложной, ветровой, погодной обстановке. Тем не менее, основные задачи выполнены, решены на должном уровне. Учения стартовали больше недели назад. За это время правоохранители и силовики края проверяли антитеррористическую защищенность объектов инфраструктуры Тимрюкского района. В Сочинском нацпарке демонтировали 14 незаконных домиков. Составлено порядка 120 административных дел. Там продолжается борьба с нелегальной застройкой. Всего на территории нацпарка таких объектов 140. При этом 10 хозяев домиков обратились в мэрию, чтобы им помогли снести постройку добровольно. Проход к временным строениям, которые расположены в пределах Краснополянского лесничества, закрыт. Тем, кто до 1 сентября решит самостоятельно снести эти объекты и вывезти личные вещи, необходимо обратиться по адресу Курортный проспект 74 или же по телефону 262 1842. Неэффективное пользование госимуществом как профнепригодность для чиновников. Вениамин Кондратьев во время часа контроля отчитал профильные ведомства за халатное отношение к казенному недвижимости и земле. С 2017 года в Краснодарском крае выявлено больше 13 тысяч земельных участков. Из них в хозяйственной деятельности задействованы всего около двух тысяч. При этом есть масса примеров, когда установлено нецелевое использование земли. Если земля по категории под индивидуальное жилищное строительство, а там гостиничный комплекс стоит, ну что это, разве нормально, ненормально? Потому что земля под ИЖС в 20 раз меньше по аренде, чем под гостиничный комплекс. А вы говорите, а у нас ресурсов нету, бюджет пополнять. Кому нужна такая математика? Кому нужна такое хозяйственное? Кому нужна такое управление? Вы мне объясните. Кто-нибудь понес на что-нибудь ответственность? Вот тот-то замглавы, который отвечает за имущество. Вот хотя бы выговор для начала объявите, а второй раз выехали, перепроверили птульную станицу или город. Выявили, то он точно работать не должен. Потому что если не платят в бюджет, значит платят в карман. Поэтому сделайте выездные проверки во все муниципальные образования, во все, еще раз подчеркиваю. Заходите в любую автомойку, автосервис, магазин. И по категории смотрите, что там по факту, и что там по жизни. И тогда вы найдете порядок. А если вы будете сидеть здесь в Краснодаре, никогда вы его не наведетесь. Грамотное пользование госимуществом должно принести дополнительный доход муниципальной и региональной бюджеты. Губернатор заметил, что необходимо продавать ту недвижимость, которая не работает, а висит мертвым грузом на балансе. На часе контроля, где главе региона докладывают о выполнении его поручений, также затронули тему ремонта жилых домов в Приморско-Ахтарске. Начало работ затягивается. Но на совещании глава района и министр жилищно-коммунального хозяйства пообещали Венимину Кондратьеву ускорить процесс. Было поручено организовать и провести капитальный ремонт семи многоквартирных домов. Это в данных домах проживает 140 человек, они находятся в ужасном состоянии, щели на улице 3-5 сантиметров, вся проводка висит лохмотями и так далее. Просто ситуация в поле зрения моего контроля, то давайте сделаем так, чтобы в следующем году мы ремонт этот начали, то, что обещали жителям этого микрорайона и завершили. На самом деле получили качественно отремонтированные эти дома в Приморско-Ахтарске. И это для нас принципиально важно, чтобы просто власть не была болтунами. В ходе совещания ряд вопросов возник и к строительству социальных объектов. Губернатор поручил закончить работу по возведению спорткомплекса с бассейном в Крымском районе и ускорить реконструкцию кинотеатра в Крыловском районе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Больше 300 миллионов рублей на строительство и ремонт спортивных объектов выделят в Краснодарском крае. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Программа рассчитана на два года. Новые универсальные игровые спортплощадки появятся в Крымском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Тихорецком районах. В Динском начнут строительство бассейна, а в Тимошевском районе отремонтируют стадион. Также по всему региону продолжат строить малобюджетные спортивные залы шаговой доступности. По поручению губернатора в этом году уже приступили к работам на 10 подобных площадках. Больше фруктов для кубанцев нынешний урожай в Краснодарском крае превысит прошлогодние объемы. Об этом журналистам рассказал губернатор Краснодарского края. По его словам, собрано будет около 450 тысяч тонн фруктов. Для получения высоких урожаев аграриям выделяют деньги на развитие. Только садоводам в этом году направили более 600 миллионов рублей. Считаю, что на Кубани должна продаваться местная продукция, тем более в сезон. Чтобы полностью обеспечить рынок собственными яблоками, мы планомерно наращиваем площади насаждений. С начала года разбили 1127 гектаров молодых садов. До конца года планируем заложить почти столько же. Не отстают по объемам производства и овощеводы. Сейчас уже собрано около 225 тысяч тонн овощей. В этом году на Кубани ожидают рост производства кукурузы, который составит 110 тысяч тонн. Также больше получат моркови и свеклы. Каждая культура примерно по 50 тысяч тонн. Напомню, что на развитие всего агропромышленного комплекса региона в текущем году выделено свыше 7 миллиардов рублей. К другим новостям. В Лазаревском районе из незаконного оборота изъято более 150 пачек сигарет. Ими торговали вблизи школы. Павильон располагался на расстоянии менее 100 метров от школы. Всего в помещении правоохранители обнаружили и изъяли 158 пачек сигарет. В отношении 56-летней местной жительницы, нарушившей законодательство, полицейские составили административный протокол. Кроме конфискации товара, санкции статьи предусматривают наложение штрафа. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, сразу же незамедленно сообщать в полицию по телефону 102. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Перспективы восстановления детского сада на улице Пасечной обсудили на сходе граждан с главой Сочи. Он состоялся накануне вечера в микрорайоне Донской. Какие еще проблемы волнуют жителей большого спального района, расскажем в нашем следующем сюжете. За последние годы улица Донская заметно преобразилась. Уже давно прошли те времена, когда в объявлениях о купле или съеме жилья указывалось Донскую не предлагать. Сегодня это благоустроенный микрорайон с объектами социальной инфраструктуры в шаговой доступности, с отремонтированными еще в преддверии зимних игр жилыми домами. Работы по благоустройству Донской продолжаются и сегодня. Например, совсем недавно после реконструкции открыли площадь перед Домом культуры Юбилейный. Там и прошел очередной прием граждан, где обсуждали перспективы развития микрорайона и проблемы, которые еще остаются. Например, жительница строительного переулка пожаловалась на подпорную стену, которая находится рядом с футбольно-баскетбольным полем. Двухметровое сооружение давно требует ремонта. Стена в любой момент может упасть, уверены жители района. В связи, наверное, с неправильным обустройством этой оконной стенки, она около двух метров высоты. Сейчас она пришла в негодность. Анатолий Пахомов поручил разобраться, кому принадлежит стена и как можно быстрее привести ее в порядок. Разъяснил глава Сочи ситуацию с земельным участком рядом с пятиэтажкой по Донской, 88. Здесь, рассказывают местные, собираются строить целый торговый центр, якобы безо всяких разрешений. Между тем, пояснил Анатолий Пахомов, разрешение на строительство есть. В 2011 году на аукционе правообладатель взял в аренду этот земельный участок для торговой деятельности. Земельный участок имел такое право. После этого он обращался трижды за разрешением на строительство. Ему администрация города не выдала разрешение в суд, провел заседание и сказал, администрация не права, не имела права не разрешать разрешение на строительство. Обязан выполнять человек решение суда, какой бы он у него ранг не был. Более того, на участке в 400 квадратных метров никакого глобального строительства вестись не будет. Пятно застройки 427 квадратных метров. Это здание размером 20 на 20. Какой торговый центр? Это, грубо говоря, типовой магазин. Решена, наконец, и судьба детского сада на улице Пасечной. Раньше он принадлежал МВД. Теперь передан в муниципальную собственность. Довести до ума давно заброшенное здание, к тому же совсем небольшое, всего на 80 мест, дело затратное и невыгодное с точки зрения экономики. Но решение найдено. Мы встречались с руководителем детского сада частного ступени. Они могут концессионно рассматривать этот вопрос в том числе. Построить детский сад, 15 лет отработать и подарить его муниципалитету. При этом и земля, и имущество остается нашим. Ну, давайте, если не возьмутся, пусть делают. Также на сходе граждан жителям переулка Чехова сообщили, что их улица будет отремонтирована в следующем году. Вообще, подобные встречи глава Сочи проводит регулярно во всех уголках курорта. Обычно вопросы, озвученные на сходах, решаются оперативно. Ведь в зале не только местные жители, но и представители всех городских управлений и департаментов, которые не просто готовы разъяснить ситуацию, но и предложить конкретные пути решения по каждому вопросу. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Сочи готов к зиме на 83% подготовку к отопительному периоду сегодня обсудили на очередном заседании межведомственной комиссии под председательством главы курорта. На сегодняшний день не все системы теплоснабжения промыты и опрессованы, не представлены в мэрию и все паспорта готовности. Не хватает порядка 40%. Но для августа это среднестатистический показатель. Полностью объекты должны быть готовы к середине сентября. Не менее важный вопрос, который сегодня стал ключевым на совещании – передача тепловых узлов собственникам многоквартирных домов. На домах тепловые узлы смонтированы достаточно давно, но не все управляющие компании еще приняли данные тепловые узлы и осуществляют по ним расчет за потребленную тепловую энергию. Физические работы Сочи теплоэнерго проводят активно. Жители, наверное, чувствуют, что по определенному графику отключаются котельные, проводятся плановые мероприятия. И в рамках завершения снова возобновляется поставка теплового ресурса. Работать есть над чем еще. Тепловые узлы на баланс должны принять управляющие компании. К слову, работа некоторых не вызывает доверия у руководства Сочи. К примеру, у дома управления УК Сочи не готово целых 12 домов из 62. Такие недобросовестные организации нужно лишать лицензии, отмечает Пахомов. Почему 12 теплопунктов у вас не запущено? А вот ответ. Почему в феврале месяце зашла компания? В данном случае они не выполняют ни графики, ни планы. Есть риски не получить паспорта готовности. Ну и так далее. Поэтому сегодня же письмо. И пусть меры прокурорского реагирования, вплоть до того, что их надо немедленно менять. Готовьте документы в прокуратуру за их бездействие, а дальше за то, что они еще и сопротивляются там, не допускают прибором, подавайте правоохранительные органы. А я ставлю вопрос более конкретно. Значит, люди должны иметь тепло. А это значит, что тепловые узлы должны быть переданы собственникам. Поэтому будьте добры это сделать. Также сегодня стало известно, что 30 августа завершится конкурс, по результатам которого домам, не определившимся с управляющими компаниями, их назначит администрация города. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и о планах на выходные. В субботу кинотеатр «Родина» приглашает всех сочинцев отпраздновать свой юбилей. В 17.30 начнет свою работу интерактивная площадка для детей. Малыши смогут поучаствовать в викторинах, интересных мастер-классах, сфотографироваться с любимыми киногероями, а также посмотреть шоу мыльных пузырей. В 18 часов состоится праздничный концерт в зале кинотеатра. Финальным аккорда мероприятие станет фаер-шоу и бесплатные показы российских фильмов «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки». Сочи присоединится к акции «Зеленая Россия». С 1 по 30 сентября курорт включится во всероссийский субботник. Проводится акция с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Во время экологического субботника планируется провести уборку в парках и особо охраняемых природных территориях. Будут приведены в порядок придорожные лесные полосы, а также ликвидированы несанкционированные свалки. Также в рамках субботника пройдут конкурсы по экологической тематике. В Сочи проводят сборы национальная юниорская команда России по спортивной гимнастике. Девушки и юноши тренируются на федеральной базе Югспорт. Сборная по спортивной гимнастике проводит в Сочи восстановительные сборы. Именно в августе сюда они приезжают уже много лет подряд. В команде 25 человек. Юниоры вернулись с чемпионата и первенства Европы, на котором, кстати, выступили весьма успешно, завоевав медали и в личном, и в командном зачете. Девочки заработали и золотую медаль, и две серебряные медали, и бронзовую медаль. То есть, ну, достаточно хорошо. Ну, были, были некоторые проблемы, трудности. Ну, не трудности даже, а, ну, некоторые ошибки. Девочки, чем иной. Сами видите, они еще маленькие. Для них это был первый такой серьезный старт. Юноши приехали в Сочи практически сильнейшим составом. На сборах два новоиспеченных чемпиона Европы. Сейчас главная задача и для юноши, и для девушек – это восстановление. Для каждого подобраны индивидуальные процедуры, цель которых – подлечить накопленные за год травмы. Вообще, как бы для восстановления очень полезно море, потому что в основном все живут, ребята, кто в Сибири, кто в центральной части России, и поэтому не всегда получается в связи с напряженным графиком сборов выехать куда-то на моря, подышать свежим йодистым воздухом. В Сочи спортсмены проходят медицинское обследование, плавают в море и проводят щадящие тренировки. В таком графике на побережье гимнасты будут работать до середины сентября. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова